Два мероприятия по одному виду спорта. Спорткомплекс «Красный якорь» собрал поклонников дзюдо в первый день мая. Там прошли областные соревнования среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет и открытый муниципальный турнир среди юношей и девушек в памяти героя Советского Союза Василия Ильича Акряжева. На татами в этот день вышли около 300 дзюдоистов Кировской области, Удмуртской республики и Коми. Как слободская команда подготовлена? Ну, я думаю, что это видно уже закрытыми глазами, что мы заняли, съездил только Кировской области, только наши слободские, 8 человек в команде в составе, из 8 человек, трое стали чемпионом и серебряным перезером Переводского округа. И они сейчас поедут, 13 числа поедут Переводский округ в Самару, и там еще будет предварительный сбор, и 19 числа уедут Новороссийские, будет первенство России до 13 лет. Неженский, казалось бы, вид спорта привлекает все больше представительниц прекрасного пола. В Кирово-Чепецке, например, тренируется целая команда девочек. Я уже пятый год буду. Успехи у тебя какие есть? Ну, хорошие. Ну, много первых, вторых, третьих тоже. Что ждешь от соревнований? Ну, хорошего настроения и побед. Я много раз занимала первое место. Я ездила в Киров тоже. И я занимаюсь три года. А вот почему решила пойти в дзюдо? Расскажи. Ну, я не знаю. Просто захотелось, понравилось. Кировчане Матвей Перминов и Сергей Козлов приехали не только себя показать, но и на других посмотреть. Ребятам интересно, на каком уровне выступают другие дзюдоисты. Я помню, как я вначале ходил на Капуэра, но папа сказал, что ну давай пожестче, какой-нибудь спорт найдем. Я не ходил практически месяц на спорт. И вот он нашел в интернете дзюдо, и мы пошли в юности регистрироваться. Я лично хочу дойти хороших результатов, как минимум пять медалей, но потом я хочу перейти в кикбоксинг или что-то типа того. Когда я переехал, мы пошли сразу в спортивную школу юности. Мы выбирали спорт. И я выбрал почему-то дзюдо, потому что оно мне очень сильно понравилось. И как там бросают, в каких-то классных формах ходят. И сейчас мне очень нравится, я занимаюсь два года. Я хочу стать специалистом под дзюдо и очень хорошо бороться и стать тренером. Слобожанин Эмин Гусейнов настроен на победу. И дело тут не только в амбициях. Спортсмен серьезно тренируется и показывает высокие результаты. Я занимаюсь где-то с трех лет. Меня дядя, он наш тренер, привез меня еще на коляске в зал. У нас был недавно ПФО, и я стал финалистом и отобрался в Нарсии. Над нами самое сложное, то, что надо держать свой, ну, чтобы у тебя был дух. Без духа ты всегда проигрывать будешь. А как ты его воспитываешь в себе? Я просто не боюсь и стараюсь как бы просто держаться. Ну, каждый день тренировки у меня утром и вечером. Я хочу стать чемпионом мира. Для Слобожан день выдался урожайным на награды. По итогам соревнований наша команда завоевала 15 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.